Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Здравствуйте, это очередное внезапное видео. Не беспокойтесь, ничего страшного не произошло, но кто-то охуел. Я бы хотел вам об этом рассказать. Заранее хочу сказать, если эта история вас как-то впечатлит, и вы захотите распространить этот ролик, делайте это, пожалуйста, через страницы ВК. Основное место обитания этих людей именно там. Там они публикуют информацию о своих каких-то наработках, взаимодействуют с сообществом. Ютуб это, конечно, хорошо, но здесь-то не будет настолько заметным. Так вот, недавно просматривая свою почту, я обнаружил довольно интересное сообщение. Оказывается, некто хотел кинуть мне страйк, однако поддержка Ютуба в жалобе отказала, за что огромное спасибо поддержке Ютуба. Мое почтение. Страйк хотели кинуть на видеоролик о заповеднике Зелирия, и хотел это сделать никто иной, как, собственно, их издатель, который с недавнего времени оформил права на эту игру и каким-то образом восстановил ее в Стиме. После этого, к слову, сама визуальная новелла обновилась, в ней появилась, наконец-то, озвучка и даже новая DLC. Я хотел сделать об этом ролик, но, учитывая эти события, ограничимся этим видео. Причина для страйка оказалась довольно интересной. В моем письме было написано, что я продемонстрировал, собственно, интерфейс заповедника Зелирия, чем нарушил чьи-то авторские права по законодательству Германии. Любопытно, что я пытался нагуглить подобные практики, действительно ли в Германии нельзя демонстрировать интерфейс каких-то программ, но не смог ничего найти по этому поводу. В законодательстве Германии я не шарю, поэтому те, кто разбираются, расскажите мне, пожалуйста, действительно ли это так работает, и действительно ли в Германии настолько сурово живется. Тем не менее, как известно, YouTube живет по законодательству Соединенных Штатов. Недавно он заставлял своих пользователей отмечать на каждом видео, является ли оно детским контентом или нет. А за мисклик обещал штраф в размере 40 тысяч. Ну так вот, в чем я точно уверен, так это в том, что в Соединенных Штатах существует такая тема, как добросовестное использование. А также его аналог есть и в России. И мой ролик под него 100% подходит. Так что закономерно автор жалобы пососал Бибу. Тем не менее, с чувством, что только что на моих глазах произошло какое-то говно, я пошел к своим подписчикам в группу и написал об этом событие. В принципе, на этом моменте я думал навсегда забыть о заповеднике Зелирия, но судьба решила распорядиться иначе. Пост моей бомбежкой продержался какое-то время и внезапно был удален администрацией ВКонтакте. При этом, что довольно рофильно, его репосты сохранились. В таком случае, я просто не понимаю смысла удалять посты, если их таким образом можно сейвить. И при этом они отражаются в поисковых запросах. Я также не понимаю, какого хуя он был удален. Подозреваю, что, возможно, жалоба была в отношении слива какой-то конфиденциальной инфы. Проблема только заключается в том, что Google мне ее не предоставлял. И об этом он указывает в своем письме. Известно мне было только, собственно, наименование организации, подавшей жалобу, электронная почта ее поддержки, а также, собственно, имя того, кто эту жалобу сам подавал. Прикол заключается в том, что вся эта инфа доступна в группе самого издателя. И я совершенно не понимаю, по какой причине я не могу разглашать эту информацию. Он не проходит свидетелем по делу убийства или теракта. Он не может проходить по программе защиты свидетелей. Это жалоба на авторские права. Я не призывал ничего с ним делать. Я вообще его не указывал в своем посте. Так что, если моя теория верна, то это какой-то пиздец. Но на самом деле, то, что в поддержке ВК сидят хуесосы, известно уже давно. А вот пункт номер 7 по поводу малолетних девочек в откровенном нижнем белье, неясно, как вы определили возраст. К слову, я приложил две фотографии, где стоит одна обычная девочка. Ну и вторая фотография я специально замазал квадратиком, где у меня нет комментариев. Теперь давайте мы немножко включим мозг и попытаемся узнать, сколько же этим девушкам лет. И вообще, можно ли назвать их девушками или это еще девочки. И вот, например, фотография. Сколько ей лет? 40, 30, 20? Ей вообще есть 15 хотя бы? Мне кажется, ей лет так 10-12. И вот эта девочка, которую вы сейчас увидели, постепенно меняет разные позы для... Блядь, я не могу это даже назвать. Для фотосессии? Для долбоеба, который это фотографировал? Ну нет слов у меня. Тут я не могу нормально даже вести этот диалог по поводу того, что связано с детьми. Однако, агент поддержки 742 не ясно, как я определил возраст. Вот мне просто интересно, ребята, вы смогли определить возраст по этой картинке или нет? Или я такой ебанутый, что агент поддержки 742 говорит, что я дурак, и данный человек на самом деле не является ребенком. Однако, с этого момента начинается что-то интересное. Расстроенный, я пошел в группу Лето Дайджеста и расписал им подробно, что все-таки произошло. Они этот пост опубликовали. Однако, вы, наверное, думаете, почему я показываю репост из Телеграма, а не из ВКонтакте. А потому что его нету. Магия! Оказывается, во ВКонтакте о Зелирии можно говорить только хорошо или никак. Ну, то есть, как о мертвом. Чем, в принципе, проект и является. Тут я хотел упомянуть другого человека, с которым нас вместе хотели прижучить в одной жалобе за пару. Да, внезапно у нас была одна жалоба на двоих. Возможно, мой ролик просто всплыл у него в рекомендованных. Тем не менее, у Тернокса в письме выявилась интересная подробность, которая почему-то не показалась у меня в письме. Оказывается, помимо того, что мы нарушили чьи-то авторские права, мы также нанесли заповеднику Зелирии колоссальный финансовый ущерб. И сделали мы это тем, что вставляли мемесы в свои ролики. Это довольно удивительно. Ну, то есть, понимаете, во всем виноваты конкретно два блогера. Если бы не эти засранцы, то у данного проекта был бы просто огромный успех. Просто порвал бы всех нахуй. Знаете, товарищ Андрей Случный, я не знаю, как у вас там в Германии, но у нас в России принято чем-то подтверждать свой пиздеж. Так вот, у меня вопрос. Кстати, сколько ваше издательство владеет правами на данный продукт? Два месяца, три, четыре? Тем не менее, у вас есть доказательства на основании статистики продаж, что до этих двух ужасных роликов у вас был просто колоссальный финансовый успех, а как только они появились, продажи пошли на спад. Вот чтобы прямо точно это все колерировалось, или как это должно происходить. Потому что, знаете, я что-то очень сильно сомневаюсь, что в том, что вашу хуйню никто не хочет покупать, виноваты именно мы. Меня пробирают сомнения, что, возможно, проблема заключается в дерьмовой графике, в дерьмовом звуковом оформлении, в хуевом сюжете. Ну, возможно, я не эксперт, безусловно, но, возможно, все-таки проблема в этом. Но на этом не все. Далее идет чисто моя инициатива, но, тем не менее, я хочу попытаться обратиться к человеку, который является чуть ли не самым главным борцом в Российской Федерации, если не в галактике, с таким явлением, как авторское право, наносящее колоссальнейший ущерб анимечной культуре. Ну, лежала в интернете, оказалась также в интернете. Ниоткуда не воровалась, никто не в курсе, как все появилось, по крайней мере, я такого не организовал. Вы, так или иначе, причастны к пиару и появлению данного творения. Эй, человек! Макс, просыпайся! Отпусти их. Отпусти моих солдат. Если идти в деревню пешком... Даже так? Я не хочу, чтобы ты рисковал собой. Но не бойся. Я защищу тебя и перебью всех бандитов. Я не хочу, чтобы ты рисковал собой. Но не бойся. Я защищу тебя и перебью всех бандитов. Это здорово! Куда ты направляешься сейчас? Я смея, блядь! Иди нахуй! Уйди, блядь! Я смея! Как ваш телохранитель, я рекомендую в данном случае пренебречь учтивостью. Лет десила. Думаю, вам с Максом лучше продолжать путь. И, безусловно, имеете четко сформулированную позицию по данному вопросу. Вы знакомы, знаете ли вы, знакомы ли с текстами? И вообще, знакомы ли такие слова, как Женевская конвенция, Бернская конвенция, Римская конвенция, договор ДУИС об интернете. Во-первых, я не читал эти конвенции. Я бы хотел просто спросить ваше отношение к данным событиям. Потому что лично я ничего в интернете не подбирал. Я это купил. И что же получается? Мне даже нельзя расстроиться тем, что я купил какое-то говно. Я не имею на это права. Дешевка! Ведь я даже фактически ничего не нарушаю. Кто-то злоупотребляет своими полномочиями. И каково ваше отношение к этому, как человека, чей логотип находится в данной игре? Ну и, как вы видите, по итогу получается очень интересная ситуация.